В США, Медисон Чок и Иоанн Бейтс 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 В США, Медисон Чок Медисон Чок и Иоанн Бейтс Медисон Чок и Иоанн Бейтс В США, Медисон Чок и Иоанн Бейтс В США, Медисон Чок и Иоанн Бейтс Иоанн Бейтс Иоанн Бейтс Иоанн Бейтс Медисон Чок и Иоанн Бейтс Иоанн Бейтс В США, Медисон Чок и Иоанн Бейтс В США, Медисон Чок и Иоанн Бейтс Но в тексте звучат слова про «поднажды покинуть Нью-Йорк» или «Северную Калифорнию», тут понимаешь, что эти этапы гран-при покидают Северную Америку, и для отечественного болельщика начинается самая настоящая просмотровая «Лафа». Тут вам, пожалуйста, выпадающие на три выходных дня соревнования на московском этапе гран-при. Хочешь – смотри, хочешь на ходынку – приезжай. Тут вам, пожалуйста, следующий этап после России – это Франция. А сейчас у нас с Европой совсем небольшая разница во времени, то есть смотреть можно тоже с исключительным комфортом. Потом пара азиатских этапов. Ну, тут придется попотеть в бессоннице. И снова здорова Челябинск и два европейских чемпионата. Один чемпионат Европы, Чешская Астравия, а потом уже и чемпионат мира в Хельсинке. Ну, к тому же будет, правда, разница во времени, потому что Европа к концу мая перейдет на летнее, а мы останемся. И наоборот, как раз, не будет разницы. Я путаю. Мэдисенчок и Иван Бейтс меняются. Меняются очень и очень серьезно в этом сезоне. И, судя по всему, изменения в том, что они показывают в соревнованиях, приходятся по вкусу арбитру. Продолжение следует... Продолжение следует...